Блэс это одна из лучших РПГ на данное время. Потрясающая графика, драконы, рыцари выбирать только вам. Масштабные битвы, прокачка героя, политические интриги, все это в Блэс. Вы можете начать игру уже сейчас, ссылка в описании. Всем привет! После финала седьмого сезона Ходячих Мертвецов и того, что в нем произошло, очень многие фанаты заинтересовались личностью Джедис, лидера мусорщиков, которые впервые появились в сериале. Так вот, есть мнение, что их предводительница имеет куда большее значение для нового восьмого сезона, чем мы с вами можем это предположить. Я предлагаю сейчас подробнее разобраться в этой личности, попытаться понять ее мотивы, ну и наконец выяснить, о чем же Джедис так важна для Ходячих Мертвецов. Итак, Джедис лидер мусорщиков. Нам-то подлинно ничего не известно о ее прошлом, да и о настоящем не так уж много. Среди англоязычных поклонников Ходячих Мертвецов бытует мнение, что ее имя имеет общие корни с именем Иуда и символизирует предательство. В общем-то, пока что так оно и есть, но давайте-ка заглянем немного в будущее. В первую очередь надо отметить, что такого персонажа нет в комиксах Роберта Киркмана, что делает Джедис куда более непредсказуемой. Ведь как бы там ни было, а сериал и комикс, будучи, конечно, разными произведениями, все же идут более-менее параллельным ходом, и мы можем хотя бы предполагать, как поведут себя те или иные персонажи. Здесь же, наоборот, совершенно чистое поле для фантазии, так что я не удивлюсь, если лидер мусорщиков сделает еще не один резкий сюжетный вираж. К тому же, если мы вспомним 16-ю серию, Ниган отнесся к мусорщикам с явным пренебрежением. Это раз, а во-вторых, не дал Джедис все, что она хотела. Поэтому не исключено, что нужен лишь толчок, как это, к примеру, произошло с Изи Килем, чтобы лидер мусорщиков повела своих людей против спасителей. А зная Нигана, такой толчок может случиться в любой момент. Также интересным фактом о Джедис является то, что ее роль могла стать как женской, так и мужской. То есть, создатели сериала очень долго не могли определиться с этим окончательно. Да и теперь в Джедис ее облике и поведении присутствует довольно много мужского. А помня, что женщины не самые лучшие лидеры в «Ходячих мертвецах», по крайней мере, пока что, мужские черты придают Джедис куда больше шансов на успех. Хотя, несмотря на них, вожак мусорщиков, судя по всему, положила глаз на Рика. После его поединка с монстром, отношение Джедис к Рику поменялось, а в 16 серии она прямо заявила о своих желаниях. А такие личные мотивы могут быть очень сильным рычагом для дальнейших действий, так что у Рика еще есть, так скажем, козырь в рукаве, чтобы заполучить мусорщиков назад. К тому же, Джедис не убила его, хотя и могла сто раз это сделать, что лишний раз может служить признаком ее скрытой симпатии. Вдобавок ко всему, Полиана Макинтош в одном из интервью сказала, что ее персонаж очень любит заключать сделки. От этого она получает большое удовольствие, так что не исключено, что при изменении расклада сил они с Риком вновь сядут за стол переговоров. Только теперь, надеясь, Граймс будет вести себя поумнее. В общем, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что с мусорщиками еще далеко не все ясно. Да, они уже распредали, а их лидер Джедис не внушает доверия. С другой стороны, эта многочисленная группа теперь отлично вооружена, что делает их одними из основных игроков, а Джедис, соответственно, очень влиятельной фигурой. Соответственно, от ее решений в новом сезоне может зависеть очень и очень многое. Так как Александрия, часть Хилтопа, королевство, все вместе они могут собрать силы плюс-минус равные спасителям. И от того, кого поддержат мусорщики, будет зависеть глобальный перевес в войне. К тому же, Полиана Макинтош проговорилась о большом количестве экранного времени для ее персонажа. А значит, Джедис не планирует списывать в запас, а скорее наоборот, сделают ее равноправным игроком, наравне с Ниганом, Риком и Изи Килем, а кто знает, возможно, и более важным, по крайней мере, для восьмого сезона. Что ж, пожалуй, на этом у меня все. Напишите в комментариях свое отношение к лидеру мусорщиков, и каковы ваши прогнозы на шестой сезон и действия Джедис в нем. Ну а я буду с вами прощаться, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, тут каждую неделю выходит видео по ходячим мертвецам. Ну а в данное время, кому интересно, может посмотреть другие наши выпуски. Всем пока и до скорой встречи!